И мы с вами врываемся в этот влог с темы звездных воинов и неправильного чтения по губам. Есть отдельный канал, посвященный тому, что фильмы, клипы, публичные выступления переозвучиваются, и это выглядит так, как будто на самом деле человек именно это и сказал. Вряд ли есть способ правильный, доходчиво это объяснить, просто на самом деле нужно найти время посмотреть этот клип, потому что он совершенно шикарен. И вот это, наверное, самый прикольный клип из тех, которые есть, и также очень прикольно выглядят дебаты. Никогда бы не подумала, что переозвучить человека, чтобы это выглядело достаточно правдоподобно, настолько легко. Еще одна вещь, о которой я никогда бы не подумала и связанная с дебатами, это видео кандидата в президенты Франции Марили Пен. И, честно говоря, я немножко была удивлена тем, как они представляют своих кандидатов. Женщина у моря, разные такие красивые ее виды. Она рассказывает про свое прошлое, про то, какой она человек. На самом деле, я впервые вообще обратила внимание на подобные роды видео, но это мне показалось интересным. Ссылку оставлю вам внизу, если захотите, посмотрите. Наверное, действительно, у американцев, у Западной Европы, там, южнее, очень разная ментальность, поэтому предвыборные ролики разные. Тем не менее, больше всего от нас из Европы, Америки вместе взятых, отличаются, пожалуй, азиаты. И вот на прошлой неделе я уже в который раз натыкаюсь на статью об исчезнувших в Японии. Читала ее довольно-таки давно, но она меня поразила. Оказывается, в Японии есть такой несуществующий город, которого нет на карте, и люди о нем не говорят. Там правит якудза, и там люди без документов, без имени. Те люди, которые бросают свою старую жизнь, уходят из семей, на самом деле скрываются и не хотят, чтобы их нашли, и все потому, что им стыдно. Одна из типичных историй, мужчину, кормильцы семьи, уволили с работы, ему было настолько стыдно об этом сказать, что он еще в течение какого-то времени притворялся, что ходит на работу. Потом он понял, что так долго продолжаться не может, ему стало еще более стыдно, и вот он убежал в этот несуществующий город исчезнувших. Интересно то, что даже в стремлении к изоляции от общества люди все равно сбиваются в какие-то кучки, а вот якудзы и разная мафия предоставляют им бы низкооплачиваемую какую-нибудь очень простую и угрязную работу, либо вообще какой-нибудь рабский труд за еду и сигареты. Такие вот для нас странности и непонятности, трудности перевода, и если вы фильм «Трудности перевода» еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Он довольно-таки старый, но тоже многое рассказывает о том, насколько мы с азиатами разные. Но в то же время есть очень много объединяющих факторов, если мы того захотим. И в последнее время мир, по крайней мере женская часть его точно, объединяется вокруг корейской косметики. Недавно у меня вышло видео о корейской косметике, которое очень быстро набрало много просмотров. Видимо, эта тема супер-мега актуальна, и то, что я забыла вам показать в этом видео, тоже из заказа CyHerb. Бренд называется CosRX, и это просто Acne Pimple Master Patch. Я ссылку оставлю вам, естественно, внизу, чтобы вы, не думали, не искали, как это называется. И вот я вам их покажу. Посмотрим повнимательнее. Первый патч из тех, что я видела, которые клеятся на коже, собираются действительно незаметными на ней. И они творят какую-то мега магию. Я не знаю, как они это делают, но если у вас был какой-то бугорок на коже, какое-то воспаление, вот это воспаление из кожи уходит, и бугорок вот таким вот образом перемещается на вот этот патч. Именно поэтому, наверное, эти патчи раскуплены. Я подписалась в waitlist. Как только они появятся, я сразу вам напишу в Телеграме. Сама тоже буду заказывать. Сейчас я должна вас предупредить то, что я покажу вам дальше. Может вызвать у вас непреодолимое желание найти или срочно одолжить у кого-то ежа. Потому что нельзя просто так вот это увидеть и не захотеть проверить, действительно ли лапка ежа может разлучить айфон. И вообще посмотреть, есть ли у ежа отпечатки пальцев. Ну, вернее, там, отпечаток лапки. Отличный, кстати, вопрос, чтобы поразмышлять, когда вы лежите в 3 часа ночи и не можете уснуть. А есть ли у ежей отпечатки пальцев? Действительно ли они на всех лапках разные? Может быть, отпечатки есть только на передних лапках? Единственное, что действительно уместно в таких моментах жизни, так это вот эти стикеры с рыбами. Я не знаю, кто это придумал, но это совершенно шикарная вещь. Стикеры в Телеграм, где рыбы читают книги и рассказывают, насколько это сложно, трудно, а что здесь написано, непонятно и бесполезно. И если проблема отпечатков пальцев на лапках ежа окажется вам какой-то недостаточно серьезной для размышлений, то вот вам еще одна новость. Недавно было создано геномодифицированное яблоко, которое при разрезе и после какого-то времени не темнеет. Выглядит оно как совершенно обычное яблоко, но просто если вы его разрежете и стоите на весь день, то к вечеру оно будет примерно таким же. И, кстати, с помощью этого яблока ученые хотят показать людям, что на самом деле геномодифицированные продукты это не такое уж зло, и это, в общем-то, привычные продукты, просто немножко лучше. Честно говоря, мне кажется, что если людям заранее не сказать, что вот это вот яблоко ГМО, оно искусственно создано специально для вот этого вот этого, то, в общем-то, скорее всего, никто бы разницы особо и не заметил. Потому что страшные буквы ГМО уже давненько нас пугают и склоняют в сторону продуктов, которые ГМО не содержит. Примерно такая же история у нас с похудением. И на этом хочу посмотреть вам отличную статью на Beauty Insider, где немножко подвергается сомнению вот сама необходимость сбрасывать какое-то количество килограммов просто ради процесса. То есть вести вы там 57 или 59, 63 или 65, это не такая уж большая разница. И вот это вот подчинение себя какому-то безумному распорядку с подсчетом калорий, там, где на самом деле вашему здоровью особо ничего не угрожает, никакого ожрения сердца, ну, просто где-то у вас помягче, чем на фотографиях в Инстаграме у людей без жира. И, честно говоря, немножко удивляет, что обычные люди, которые выбрали для себя, ну, какую-нибудь любую профессию, там, маркетолог, парикмахер, водитель паровоза, начинают равнять себя с тем, кто выбрал своей профессией показывать свое тело в Инстаграм или быть тренером. То есть у человека действительно такая работа. То есть человек выбрал заниматься спортом с утра и до вечера. Он изучает то, как работает тело, как работают мышцы, и, в принципе, больше, может быть, его вообще ничего не интересует. У вас могут быть совершенно другие интересы. И объективно вы не можете тратить времени на спорт столько, сколько человек, там, одержимый спортом или одержимый тем, что он должен выглядеть определенным образом, процент жира там должен быть такой-то вот. Поэтому, если у вас в этом есть какие-то сомнения, вы потом выйдете, там, похудение-непохудение, то обязательно обратите внимание на эту статью. Ну, а если вы больше визуал и хотите что-нибудь посмотреть на эту тему, то вот недавно вышла просто совершенно шикарная реклама «Идкарус». Название «Идкарус» от слова «Ид кушать» и «Икарус», ну, то есть «Икар». Помните, тот парень, который хотел взлететь к солнцу? На самом деле, просто рекламу нужно посмотреть, но смысл в том, что ты то, что ты ешь в очередной раз, и ты должен питаться, как тот, кем ты хочешь стать. В рекламе толстый мальчик хотел полететь и начал питаться, как птицы, ягодками. Пока будете смотреть, помните, что это реклама, а там люди пытаются что-то кому-то продать, хотя в прекрасной, креативной форме, даже со смысловой нагрузкой. О восхитительном эстетском видеоряде и смысловой нагрузке, которая, может быть, не всем будет нужна, у меня есть еще одна новость, но, честно говоря, сейчас хочется сделать перерыв. Перерыв неожиданно, непонятно почему, примерно такие перерывы со мной делают разные посылки и коробочки. И вот, наконец-то, пришли две косметички Ипси с прошлого года. На самом деле, одна из них декабрьская, вот эта вот, и вот эта январская. Насколько они крутые, мы с вами посмотрим в отдельном видео. Сейчас хочу отметить вот эту маску, которая была в одной из косметичек. Она называется Salis Box Love Recipe, маска Салоя, также они бывают с другими ингредиентами. Вот эта вот увлажняющая, и это одна из немногих масок, которая по-настоящему азиатская. В плане супер качества и офигенных потребительских свойств. Для меня самое крутое, что она не оставляет никакой пленочки, все впитывается. И даже более того, после вот этой маски у меня с утра было ощущение, что я нанесла крем, что мне больше уже ничего не нужно. Но признаться в том, что крем тебе больше не нужен, было довольно-таки сложно, поэтому я для начала решила убрать все остатки мицеллярной водой. И даже после того, как я это сделала, все равно у меня было ощущение, что коже больше ничего не нужно. В общем, маска невероятный огонь, и еще одно прикольное, неожиданное средство, это скраб от Ифраше, причем скраб натуральный. Даже правильнее, наверное, сказать растительный. То есть, оставить здесь в основном сухие растения, экстракт растений, немножко глины. Скраб, как видите, сухой. И вторая фишечка, хотя, наверное, это, конечно, первая фишка, это вот это вот средство. Это чаще гель свежеувлажнения, и вот их нужно миксовать вместе, и вы создаете свой уникальный скраб. То есть, хотите вы, чтобы частичек было побольше или поменьше, просто добавьте больше или меньше геля. И гель, кстати, на удивление, достаточно щадящий. То есть, я, честно говоря, ожидала, что от него будет стягивать кожу, потому что гели, которые пенятся, смываются водой, они обычно не дружелюбны к коже, на самом деле. А вот этот практически не пенится, он просто гелем распределяется по лицу и точно так же смывается. В общем, мне очень понравилось, действительно крутая идея, и скраб получается нежный, к тому же у него приятный такой травяной аромат. И частички внутри тоже невероятно мягкие. А сейчас все те, кто любит швыряние предметов и даже пишет об этом в комментариях, приготовьтесь, швыряю. Швырнула их и даже не сказала, что это было из коробочки Cargina Box, которая по своему неуспеху и презрению со стороны покупателей, наверное, может сравниться только с коробочкой уход за тело. Потому что как в очищении, так и в уходе за телом нас поразить довольно-таки сложно. Но я вот на этой неделе была поражена вот этим вот продуктом. Бренд называется Rituals, и это скраб для рук. Состав вот такой вот похожий на сахарный скраб для рук, вот такая вот пенка, и он невероятно масляный. Очень легкий скраб, и после него остается ощущение, что вы нанесли на кожу очень питательное масло. Но так как эту штуку мы смываем водой, то просто ощущение масла и защиты на коже без жирности. Это супер-мега штука. Для меня это оказалось супер-потрясающим открытием, с удовольствием пользуюсь, и никогда бы не подумала, что такая вещь мне вообще нужна. Но есть скрабы для тела, которые можно также использовать для рук, но это совершенно какая-то другая фантастическая вселенная, и этим действительно хочется пользоваться. Эта штучка у меня, кстати, из секретной косметички с Лук Фантастик. Обо всех таких штучках и предложениях я обычно пишу в Телеграм, поэтому тот, кто подписан, вы и так знали. У них частенько такое бывает при покупке на определенную сумму, еще косметичка где-то на сумму 50 фунтов в подарок. И, кстати, на этой неделе мы обсуждали, что же может быть в секретной косметичке, которую дарят в подарок при первом заказе на Бьюти Эксперте. Я в одну и предполагаю, что это будет примерно такая же косметичка из полноразмеров, либо больших пробников на сумму 50 фунтов. Если вы еще об этом не слышали, не читали у меня в Инстаграм, то очень рекомендую вам ознакомиться с вот этой вот косметичкой. Это очень-очень свежая штучка. Там очень хороший подбор брендов и средств. Два средства с кислотами, одно из них от Полос Чойс. И вот в этот момент, когда все уже начинают задумываться над подарками к 8 марта, я представила, как снова в магазинах будут наборчики все тех же брендов. И вот на сумму в 50 фунтов или сейчас это 3700 рублей купить где-то вот 9 таких средств, мне кажется, просто нереально. Я это представила просто офигела от того, какие возможности нам дает глобализация. Действительно, интернет-магазин может предоставить нам такую возможность, причем с бесплатной доставкой по всему миру. Причем это не одно большое средство и несколько пробников, это практически все полноразмеры, либо действительно очень большие пробники. Но если делать заказ на этом сайте в первый раз и ввести промо-код, то при покупке этой косметички, либо любого другого продукта от 20 фунтов, вы получаете секретную косметичку на сумму 50 фунтов. Я все-таки на стороне того, что он меня порадует точно так же, как косметичка от Look Fantastic. Наверное, кого-то из вас я заманила в капкан интриги, когда сказала об эстетском видеоряде и смысловой нагрузке. А речь на самом деле шла о фильме Nocturnal Animals Тома Форда. И я его посмотрела только на прошедшей неделе. На самом деле этот фильм уже взял и награды, и разные номинации, и действительно заслуживает внимания. Но только под определенное настроение. Фильм суперэстетский с точки зрения визуального ряда. Как Том Форд работает с диагоналями, с квадратами, как он выстраивает симметрию кадра. Если даже я не являюсь каким-то специалистом в кино, это вижу и получаю от этого удовольствие. То достаточно легко понять, почему профессионалы из членов жюри выбирают этот фильм для номинации в разных киноконкурсах. И на самом деле это всего лишь второй фильм Тома Форда как режиссера. И да-да, я говорю именно о том Томе Форде, который делает косметику, одежду и разные аксессуары. В качестве режиссера он также невероятно хорош. Но сама вот эта параллельная история с трагедией, это далеко не на всех и не сразу хорошо ляжет. Очень многие воспринимают любую трагедию как что-то такое возвышенное. Вот люди вот страдали, вот еще вот это вот как-то красиво показали. Далеко не всегда, по моему мнению, это так. Если люди страдают от неврозов и не могут действовать, либо еще что-то, это скорее бытовая трагедия, которую можно и нужно лечить, вместо того, чтобы ей восхищаться. Поэтому если хотите чего-нибудь сложненького, красивого, эстетского, то обязательно посмотрите на «Acturnal Animals». И, кстати, вдогонку к этому фильму, раз уж немножко заговорили о перипетии их восприятия и психологии, дам вам ссылочку на статью из «Снова», где уже не в первый раз развеиваются разные такие устоявшиеся догмы позитивной психологии. Честно говоря, мы развиваемся, уже то, что работало раньше, 5-7 лет назад, и это уже нужно забыть. Это уже нам скорее становится во вред, чем во благо. Как, например, вот идея из этой статьи о том, что есть вот токсичные люди, и что всех людей надо срочно разделить на тех, кто вам помогает в успехе, кто вам в успехе не помогает. Одних выбросить и гнать кочерку, и к другим тянуться руками и ногами. В общем, если мысль вас заинтересовала, обязательно статью почитайте. Со старыми убеждениями, если не удается распроститься раз и навсегда, то нужно их хотя бы немножко пошатывать периодически вот такими статьями. Ну и о более насущном. Коротенькая статья о гриппе, даже с разбором конкретных средств для повышения иммунитета, и вообще, что от гриппа работает, что не работает. О прививках и о том, что некоторые препараты пить бесполезно. Мне кажется, что срочно укреплять иммунитет и пить какие-то таблетки в тот момент, когда уже грипп в разгаре, зимой, либо в начале весны, уже достаточно поздно. Мне кажется, что витамины все-таки должны быть круглый год. Летом поменьше, потому что больше овощей и фруктов, а вот весной, зимой гораздо больше. И вот в комментариях на прошлой неделе спросили меня, а не пью ли я какие-нибудь витамины, чтобы быть активной? Ну что сказать, не все видели все выпуски влога недельки. Я вам всегда рассказываю, показываю во всех новых таких важных витаминах в моей жизни. И в начале зимы омегу-3 вам показывала, и витамин D вам показывала. И вот на прошлой неделе купила еще вот такие вот конфетки-витаминки. Это витамин C с кальцием и цинком. Ну и основная штука здесь экстракт вишенки. В описании они характеризуются как витамины для ногтей, волос и кожи. Моим ногтям сейчас действительно нужна поддержка, поэтому кальций дополнительно это всегда плюс. Ну и подбираясь к концу, расскажу вам, что пересмотрела фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» межзвездный. Когда он только вышел несколько лет назад, я смотрела его в кинотеатре с не очень хорошим звуком. Поэтому на тот момент была подписена больше именно визуальной частью. Но тогда я пропустила часть, связанную с космосом, часть, связанную с наукой, с тем, что там действительно многие вещи достаточно точно показаны. Именно с точки зрения того, что наши ученые, физики, астрономы и всякие техники знают о космических полетах, о черных дырах, о Солнце и о том, что время течет в разных местах по-разному. Конечно, если не видели, обязательно посмотрите или пересмотрите. Потому что этот фильм заставляет задуматься о масштабах. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, постепенно мы движемся к тому, что наше Солнце будет разрастаться и в итоге оно поглотит Землю. И вот Илон Маск, который думает о переселении на Марс, он уже сейчас должен об этом думать. Потому что, может быть, у нас есть миллионы лет, но вот эту идею с переселением человечества куда-то нужно уже сейчас разрабатывать, чтобы потом не было мучительно больно. Потому что, может быть, мы и не знаем, но какая-нибудь вспышка на Солнце, либо какой-нибудь метеорит, какие-нибудь взрывы вулканов, которые есть у нас на планете, которые действительно в любой момент могут взорваться и, в принципе, окончить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее знаем. И о приближении некоторых опасностей мы сможем узнать не раньше, чем за 30 минут. То есть спастись будет невозможно. И это может произойти вне зависимости от того, загрязняем мы воздух или не загрязняем. Хорошо мы себя ведем или плохо. Просто есть законы физики, есть какие-то явления, которых мы не видим, которые мы не знаем. Если задуматься, то все, включая нас с вами и вообще все, что вы видите вокруг, было создано из одних тех же мельчайших частиц. То есть если вы расщепите всех людей, живых существ и предметы, то это будут одинаковые базовые частички. Просто были определенные законы и условия, при которых эти частицы совпали именно так, что мы сейчас имеем то, что мы имеем. И в жизни точно так же. Хотя иногда и кажется, что что-то произошло вообще непонятно по каким причинам и, наверное, могло бы быть иначе. На самом деле, может быть и не могло бы. И может быть действительно все это стоит воспринимать как нечто более масштабное, развивающееся по определенным законам. Но такое, где у вас есть право голоса. То есть зачем же это я все говорю о космосе, о частицах, о всем остальном? Я просто хочу, чтобы мы с вами представили масштабы всего происходящего. Очень часто человек запирает себя в какое-то маленькое ощущение обиды, вины, злости. Ощущение, что с ним несправедливо поступают. Страха, что завтра что-то такое ужасное случится. Или, например, уже сейчас что-то такое ужасное происходит. И вот от этого никуда не деться. Человек вот заперт в этом во всем. На самом деле, даже ваша жизнь, она тоже имеет масштаб. Она длинная, большая. И у того, что маленькие события постепенно накапливаются, создают какие-то большие события, тоже есть определенные причины, на которые вы можете влиять. Может быть, где-то, выбирая сосредоточиться на чем-нибудь маленьком, например, на увеличение зарплаты, на своей обиде кому-то, или кто-то что-то сказал, вы просто игнорируете все то большое, которое происходит вокруг вас. Прямо сейчас, в эту секунду. Вы личность с бесконечными космическими масштабами для развития. Здесь еще можно сказать пару слов про то, что одна маленькая мысль или какое-то убеждение могут сузить весь огромный мир вашей возможности. И до одной маленькой точки где-то у вас в голове, которая занимает все ваше внимание. Пережевывание старых ситуаций, обдумывание каких-то эмоций. Лучше вместо всего этого я покажу вам новые помады от Худы. Они для меня. Это Nude Edition. Здесь точно так же 4 оттенка. Я отдельно о них говорю, потому что в комментариях очень часто за прошедшей неделе «Боже, какой цвет губ, что это за помада, как это великолепно выглядит». Это все, ну практически все матовые помады от Худы в разных вариациях. Иногда смешиваю Худу с другими какими-то помадами, иногда эти цвета между собой, как сегодня, например, красный оттенок поверх темно-бронзового с блестками. На самом деле, подобный эффект могут дать многие матовые помады. Просто экспериментируйте. И пусть этот многопомадный миллион поцелуев вдохновит вас на эксперименты и поиски новых оттенков для губ. Я вас невероятно люблю. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой масштабов космоса, волне. И мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Пока обсуждали косметички, я за кадром делала массаж с этим скрабом, который показывала. Сейчас я его смыла. Это просто великолепно. Такая мягкая, она не гладкая, а именно такая напитанная, более плотная. И аромат очень нежный, цветочный. Я больше не буду вам ничего говорить. Это просто шикарный скраб.